Однажды в Пекине, в таких комнатках маленьких, где только кровать и столик, жили в императорском запретном городе наложницы и евнухи. В начале прошлого века здесь было три тысячи евнухов. Они веками делали всё и были советниками, прислугой, артистами и даже духовниками. Если в Египте, Персии, Византии и евнухам отрезали мошонку, то в Китае нередко всё под корень. Евнухи это берегли как драгоценность и, если приходилось, выкупали за любые деньги. Почему в Китае умереть надо было как родиться, и в чём, и с чем? Иначе там будет плохо. Пришивали отрезанное и сохранённое к мёртвому, или клали рядом самое дорогое. Быть евнухом во дворце было привилегией и почётом, но и наказанием для тысяч пленных, и шанс для бедных продвинуться с детства в люди. Складывались целые кланы, выдвигавшие кого-то наверх, и кравшие безбожно. Великий китайский поэт Ли Бо, как и другие творческие люди, пострадал от них, правда, подставившись своим пьянством. Зависть. Но вот как грустно и вечно писал один из евнухов, талантливый, более тысячи лет назад. Причудливо вьётся прекрасный узор, ракушками тканая выйдет парча. Смотрю я на вас, мастера клеветы. Давно превзошли вы искусство ткача. Созвездие сито на юге блестит, язык растянув непомерно для глаз. Смотрю я на вас, мастера клеветы. Кто главный теперь на совете у вас? Так что и у евнуков было всё, как у людей. И любовниками императоров они нередко были. И своих жен заводили вне дворца, обеспечивая. Ну, почти всё, как у всех. Живи. Не хочу. Что касается гарема, то жена должна была быть одна. И император обязательно должен быть женат до вступления на трон. Наложницы по рангам от десятков до двухсот восьмидесяти. Бывало и больше. С женой императрицей, обязательно сексуальной, можно было спать не более одного раза в месяц, чтобы силы не выкачивало. Наложницы торжествовали, но по-своему, ближе к телу, больше влияния. Их приносили, посадив на плечи евнуха прямо в постель, и ждали. Затем евнух кричал. Время пришло, чтобы заканчивали. И обратно. Вот тебе и император. Угутав накидку из пуха цапли, чтобы ловила змей и, значит, оберегала от коварства. Видимо, женщин и евнухов. Так то с наложницами. А к жене император ходил сам. И был с ней на сколько и сколько хотел. И было им непросто. Как тому же юному последнему императору Китая Пу И, которому еще мальчиком подкладывали служанок. По несколько горячих девочек сразу. А потом и парней. На износ. Так что быть императором было трудно. Тяжко. И еще опасно. Но почетно. Как быть и его наложницей. В шоколаде, конкуренции и мелкотравчатых интригах. Зато сытно. Какая тоска.